Всем привет! Я немного приболела, но выхожу в этот эфир с темой, о которой невозможно молчать. Тема следующая. Как рестораны и банкетные залы дурят клиентов, как они специально раздувают чеки и хотят увеличить свою кассу, но не сделать так, чтобы это было по отношению к клиенту грамотно, правильно, честно. И чтобы клиент не оставил все свои заработанные деньги у них в ресторане, а потратил на этот банкет столько, сколько действительно это необходимо. А я сегодня была в одном из ресторанов города Зеленоград. Я ездила вместе со своим клиентом на осмотр банкетного зала. Я буду работать там ведущей. Мы когда разговаривали с клиентом, она говорит, Валентин, мы сначала с тобой обсудим развлекательную часть, дальше я позову банкетного менеджера и продолжу уже обсуждать ресторанное меню, алкоголь и так далее. Ситуация получилась очень интересная. Менеджер решил, что он не будет ждать момента, пока мы его позовем. Он сразу пришел и начал обсуждать с нами меню. Хорошо. Мне как организатору даже интересно посмотреть на это на все со стороны. Но, знаете, посмотреть я хотела, но остаться в стороне я не смогла. Во-первых, когда ресторан начал обсуждать банкетное меню, он принес Excel-табличку, которая уже была распечатана, и начал отмечать что-то себе рукой. То есть это не компьютер, это не электронная таблица, которая быстро все считает. Это вот такие заметки от руки. Банкетный менеджер отошел, вернулся к нам после первых каких-то моментов согласований и уже обозначил сумму, которая у него получилась после примерных подсчетов. Так как он сказал, я сейчас вам все накидаю, вы не переживайте, мы изначально не знали, какие позиции он выбрал, и уже дальше попросили с ними ознакомиться. Мы начинаем все это считать, и я, со своей стороны, понимаю, что еды очень много. На 5 часов, которые реально планируют люди провести за банкетным столом, очень много еды. Причем столько, сколько действительно не съесть. И там очень много тяжелой еды, мяса, жирной еды, хачапури и так далее. То есть, честно, непонятно для кого. В общем, когда я начала помогать клиенту, а, естественно, клиент у меня такая, знаете, девушка-блондинка, ничего, а это чего? Я такая, так, значит, смотрите, делаем это и это, время выноса блюд вот такое, делаем рассадку за длинным столом, значит, формируем вот здесь вот это и так далее. То есть, ну, я разговариваю техническим языком, нашим языком ивента, организатора. Так что меня и этот человек быстро понимает, и этот человек быстро понимает. То есть, я, по сути, выступила в роли переводчика между ними, потому что она понимает меня, он понимает меня. Друг друга они не всегда понимают. И когда мы начинаем читать это банкетное меню, понятное дело, что ресторан выбрал для нас какие-то более дорогие салаты из серии авокадо, манго, креветка. А заказчик такая, у меня все мужики будут, и они водку будут пить. Хочу салат столичный. Или хочу цезарь, его едят все. А вот этот аджаб сандал, он не всем понятен. В общем, мы пересмотрели все меню, и я вижу там около семи видов шашлыка, и, значит, еще плов, и еще какое-то у них там другое блюдо, красивый вынос. И плюс они еще долму с хачапури. Я говорю, слушайте, у нас люди реально столько не съедят. А задача, конечно, банкетного менеджера сделать достаточно хороший чек, кассу, так, чтобы, понятное дело, все были сытыми, но вот при таком меню все не то, что будут сытыми, все будут объевшимися, и у них еще точно останется еда, которую они заберут с собой. Но на второй день еда уже не такая вкусная, как вот в день самого праздника. В итоге я вступаю, говорю, слушайте, ну это не совсем разумно. Если у нас есть хачапури, зачем нам нужна долма? Если у нас сразу через 45 минут вынос плова, а потом еще через час вынос шашлыка и так далее. И, знаете, вот я это рассказываю, мы что-то обсуждаем, в какой-то момент ко мне поворачивается банкетный менеджер и говорит, слушайте, вы ведущая, я в вашу работу не лезу. Ну так и вы не лезьте в мою. И я понимаю, что все, я перешла этому человеку дорогу, он меня уже ненавидит, он меня уже проклинает и куклу Вуду мою делает. А я понимаю, что я не могу остаться сидеть в стороне. И это не потому, что вот эта девушка, которой я буду вести день рождения, невеста, которой я 10 лет назад проводила свадьбу, а это потому, что я эксперт, это потому, что я организатор, это потому, что я эти банкетные меню составляю по 70 раз в год. И я не могу остаться в стороне, когда понимаю, что просто плюс 25 тысяч – это сверху накрученная сумма, которая не нужна моему клиенту. Я не буду молчать. И в итоге мы немножко это меню порезали, где-то мы что-то убрали, что-то мы зафиксировали. Причем очень интересная политика ресторана. У них как бы минимального депозита нет, но вот такая сумма была бы желательна. Вы можете принести свой алкоголь, но только если у нас заказываете, допустим, шампанское. Вы можете, допустим, сделать это, но только если. То есть вот это вот только если очень интересно, нет какой-то четкости. Потом все было максимально странно. Я начинаю уточнять техническую часть по поводу расположения столов, выноса мебели, проектора, колонок. Мне передают номер арт-директора. Я начинаю общаться с арт-директором. В итоге я спрашиваю, ну, простые прямые вопросы. Говорю, помещение второго этажа, сколько стоит звук, сколько стоит проектор, какая мощность звука? Десять непонятных сообщений. Ладно, вроде получилось. Дальше все то же самое. Третий этаж, большой зал. Стоит музыкальная ферма, стоит звук, сколько это будет стоить? Какая мощность? Ну, вы, говорит, скиньте мой номер диджею, я ему все объясню. Я говорю, мне все понятно, я в этом разбираюсь. Вы мне напишите, какая мощность, что туда входит? Я говорю, может быть, есть технический лист, который вы отправляете вашим заказчикам? Он говорит, нет. А вы, говорит, кто вообще? Вот этот вопрос, знаете, в таких заведениях, кто я вообще? Да кем бы я ни была, я в любом случае ваш заказчик. Будь я организатором заказчика, будь я прямым заказчиком, я имею право получить информацию о том, сколько будет стоить то, что вы предлагаете. Какая разница, кто я? Я прям напрямую спрашиваю, говорю, слушайте, а цена для организаторов и цена для заказчиков, она разная? Ну, чтобы не получилось так, что вы мне сейчас скажете, что это стоит 10 тысяч, а в итоге моему заказчику вы скажете, что это будет стоить 30 тысяч. Он такой, типа, нет, цена одинаковая. Я говорю, так и что вас останавливает от того, чтобы мне рассказать, что вы предлагаете, сколько это стоит? Я прям вот понимаю, что из этого банкетного менеджера мы тащим информацию, что от этого арт-директора мы тащим информацию, что это вот такая история, когда тебе придется 500 действий совершить, просто иногда даже в воздух для того, чтобы кто-то из них начал шевелиться. Короче, для меня эта ситуация очень показательная, и этот ресторан не первый день работает именно в таком формате. Я вам могу сказать, что огромное количество ресторанов, которые связаны с Востоком, которые связаны с другими странами, они ведут себя именно так. С ними очень сложно работать, и мы часто, как организаторы, как клиенты, встречаемся с негативом определенным, и, как я думаю, вот отмечать праздник в этом месте — это на свой страх и риск, просто на свой страх и риск. Ты все равно как бы для них не очень долгожданный гость. Они там ждут только своих, честно, вот правда. И это чувствуется. Конечно, хотелось бы, чтобы это было не так, но, к сожалению, это так. В общем, на чем мы остановились? На том, что по этому празднику вопрос закрыт, 40% предоплаты внесено. В день мероприятия нам обещали, что все сделают хорошо. В день мероприятия я еще посмотрю. Пока я выкладываю эту информацию и не говорю, о какой площадке идет речь, но тот, кто подписан на мой инстаграм, он уже обо всем догадался. Тот, кто не подписан, подписывайтесь, чтобы вам тоже было интересно следить за ивент жизнью Москвы и Подмосковья. Я продолжаю плакать не потому, что мне так не понравилось в этом ресторане, а просто потому, что я болею. Но мне было бы очень интересно услышать от вас, сталкивались ли вы когда-то с подобной ситуацией? Были ли у вас такие проблемы с рестораном? Относились ли к вам так, как отнеслись сегодня ко мне и к моему клиенту? Я просто оказалась неудобным человеком, который слишком овермного задает вопросов, который дотошный, который не просто отдал 150 тысяч, а который захотел узнать, а за что он отдает эти деньги, а как, что будет, а что и так далее. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Меня зовут Валентина Ковердяева. Я свадебный и ивент-эксперт, организатор и ведущая мероприятий. Если вам нужна моя помощь, если вы хотите, чтобы я встала на вашу защиту, если вы хотите услышать разбор темы, которая вас волнует, свяжитесь со мной внизу под этим видеороликом. Оставляйте свой комментарий, не забудьте подписаться на канал. Здесь много полезной информации для тех, кто хочет отметить свое торжество. Увидимся совсем скоро в следующем ролике.